Числов фибоначи. Нужно сделать простую вещь. Составить табличку. Честное слово, мы это можем. Что значит составить табличку в данном случае? Число n может принимать значение. На самом деле неважно, до чего я здесь напишу сейчас. Ну вот давайте я на восьмерке остановлюсь. Можно было раньше остановиться, можно было позже. И теперь сделаем так. Будет строчка числов фибоначи. И будут эти наши строчки еще. А, Н, В, Н, С, Н. Ну вот Е, Н, не во что, ну и ничего страшного. Потом сверху дальше. Важно что? Заполнить таблицу сейчас. Здесь 5, 8, 13, 21. А теперь что такое А первое? Это просто первое число фибоначи. А второе это 1 плюс 1, это 2. А третье 2 плюс 2, 4. Потом идет 4 плюс 3, 7. Потом идет у нас 12. Потом идет 20, 33 и 54. Для тех, кто еще ничего не будет. Давайте я напишу, что такое число А10. Это сумма подряд идущих 10 чисел фибоначи. Что это за выражение, да? А10. Это 1 плюс 1, 2. Да, да, да. Я уже писал. Это 13, 21, 34. Посчитайте это число. 4, 7, 12, 20, 33, 54. Сколько дальше? 8. 80, не 9. 88. 88 и 55. 18. 88 и 55. 143, молодцы. 143. А давайте я нашу таблицу строить не буду. Может быть кто-то догадается уже до закона. Да? Говорите, говорите. Что такое 143? 143. 143. Это число. 143. Ну а не. 12. Молодец. Это число фибоначи номер 12 без единицы. Давайте это выпишем. Фи 12 без единицы. Я советую вам все-таки табличку. Вот я написал там до пятого члена. Советую чуть-чуть выписать дальше и проверить, что действительно 12 число фибоначи это единицы. А теперь вопрос. Какую общую гипотезу мы с вами можем выдавить? Вот у меня получилось такое равенство. Сумма первых десяти чисел фибоначи это 12 число без единицы. Ну это получилось только для десяти. Давайте проверим в таблице. Это так или не так? Посмотрите, здесь у нас 54. Что такое 54? Это 55 минус 1. А все понимают, что 55 тоже число фибоначи. Вот оно у нас здесь было. Помните? Десятое число фибоначи. Сложили 8 чисел фибоначи и получили десятые без единицы. А до этого девятые без единицы. До этого 21 минус 1. До этого 13 минус 1. 8 минус 1. И так далее. Ребята, я могу сформулировать гипотезу. Пожалуйста, прямо так и пишите. Гипотеза. Число фибоначи нужно взять не следующее, а через одно. То есть, вот если меня интересует сумма первых n чисел фибоначи, то это на самом деле n плюс второе число фибоначи минус единица. Обращаю внимание, как читается индекс, который внизу. Фи второе. Если бы индекс был вверху, читалось бы квадрат. Знаете, да? Когда я пишу, скажем, я не знаю, 7 в квадрате, это что такое? Это 7 умножить на 7, да? Или я пишу 15 в кубе. 15 в кубе. Это 15 на 15 на 15. Это знак возведения в степени. Здесь смысл совсем другой. Здесь, можно слышали, в языке есть такое понятие количественное числительное и порядковое числительное. Знаете разницу, да? Есть 5, не знаю, чего, да? 5 человек. А есть 5 человек. 5 по порядку счета. Замечательно. Вот в данном случае это имеется в виду именно индекс, который показывает номер в ряду. Да? У нас есть ряд Фибоначчи и число с таким-то номером. Отлично. Сейчас. Извините, что я буду делать очень подробно, но это нужно обязательно один раз в жизни запомнить, запомнить, запомнить. Я подробно напишу, как выглядит доказательство этой гипотезы при помощи метода математической индукции. Доказательство при помощи индукции состоит из двух частей. Из базы и перехода. Что такое база? Мы должны проверить, что наше утверждение верно для начального значения. Иногда в доказательствах по индукции бывает нужно проверить и для одного первого числа, а для нескольких первых чисел. Иногда бывает, что вообще наоборот удается фактически обходиться без базы, когда первое утверждение настолько очевидное, что что называется, ну, по-другому и быть не может, да? В данном случае фактически так и есть. Первое утверждение абсолютно простое или понятное. Я сейчас напишу, что такое А первое. Господа, А первое – это единица. Понятно, почему? Это одно единственное. А именно это сумма n первых чисел Хибоначчи. Ну, соответственно, А первое – это первое из них. А вот теперь вопрос. Что такое фи со значком, как это у нас, n плюс 2? 1 плюс 2, если из этого числа вычесть единицу. Так, все понимают, что это на самом деле фи третья. Это? Это 3, 1. У нас последующая задача устроена так. 1, 1, 2, 3 и так далее. Какое число на третьем месте? Фи 2. 2, конечно. Фи третья – это 2. Ну, осталось узнать 2 минус 1 и 1. Это одно и то же? Да. Это одно и то же. Все. Вот это и есть база. Это и есть база индустрии. Заметьте, пожалуйста, если бы сейчас у меня получилось бы, что это неверно, то все. То дальше уже никакой переход не нужен. Потому что если утверждение неверно при одном значении, то значит оно уже неверно. В математике не бывает, так сказать, неявных, понимаете? В жизни мы иногда позволяем себе сформулировать какой-нибудь закон, и у него есть какие-то очевидные исключения, и мы говорим, что вы сами догадаетесь, ну да, вот есть такие вот очевидные причины, ну что, вы сами поймете. Нет, если вы формулируете математическую теорему, то она должна быть полностью верна. То есть все самые-самые дурацкие исключения все равно должны быть понятно оговорены и сформулированы. Если бы у меня сейчас получили бы разные ответы, скажем, здесь бы получилось не 2 минус 1, а не знаю, что это, 3 минус 1, да? не совпало, то это бы означало, что теорема, которую я пытаюсь доказать, не верна. У меня совпало, единица равна единице. Значит, БАЗ проверил, и теперь я перехожу к эдукционному переходу. Что это проще переход? Проще всего это себе понять, представив цепочку. Вот, я не знаю, видели вы или нет, бывают такие шутливые видео, где покатился шарик, он ударился о палочку, палочка открыла замочек, оттуда вылетела стрела, которая пробила воздушный шарик, из-за этого грузик упал, что-то покатилось. Знаете, бывают такие шутливые, да? Иногда это в десятки этапов. Иногда делают такую сложнейшую конструкцию, но самый простой способ, как это можно сделать, это с доминошками. Надеюсь, что игра в домино всем известна, да? Делается очень просто. Берется набор домино, и вы можете просто их поставить одну в другую. Понятно, да? Вот, берете доминошку вертикально ставить, она еле-еле стоит, но стоит. Рядом другую доминошку, третью, четвертую, пятую, двадцать восьмую. Поставили. А дальше простая вещь. Чуть-чуть пальчиком слабо-слабо ударили с одного конца, она упала, ударила по соседней. Та упала, ударила по соседней. И так пошла эта штука. Опять-таки, были любители, которые взяли и на ровном асфальтовом участке разложили, я не помню точно, какие-то там десятки тысяч этих доминошек, вот так вот она вела змейкой эта штука, и все с другой, одну штучку ударили, и прошла, 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 прошла. Я точно знаю, что на одной из моих страничек, правда, это было выложено очень давно, поэтому врыться надо, что называется, до самого-самого начала, лет пять назад это было, но я точно знаю, что там было выложено такое смешное видео. Я рассказываю, человек взял из пенопласта сделанный такой кирпичик вертикальный, да, и рядом с ним поставил такой же, но побольше, рядом с тем поставил такой же, но еще побольше, рядом поставил такой же, но еще побольше, и в конце концов это дошло до окроменной стенки. А дальше простоя штука, пальчиком тронул этот. Дело в том, что каждый раз изменение размера было существенное, но такое, что когда падает одна, она, она, естественно, сбивает, да, следующее. И вдруг выяснилось, что он пальчиком ударил, она ударилась, это упало, следующее, упало, следующее, и в конце концов, бууууу, огромная стенка. Как вы думаете, это какая-то придуль или это иллюстрация того, что в жизни... Чем вы пользуетесь каждый день? На самом деле, то, чем вы пользуетесь каждый день. Подумайте, пожалуйста. Что происходит, когда вы щелкаете пультом своего телевизора? Знаете, вы вот таки управляете телевизором? Замечательно, вы нажали. Что произошло? Лазера-то, прежде всего, какого нет. Происходит простая вещь. От батарейки. Что интересно, эта батарейка служит много месяцев. Никто не замечал, сколько раз вы меняете батарейку в этом пункте? Раз в год. Типа раз в год или реже? Меня она в год. Понимаете? Хорошо, хорошо. На несколько месяцев точно хватает. Так вот, слабенький-слабенький сигнал идет, и вдруг происходит вполне себе серьезное явление. Дело в том, что в телевизоре там уже серьезные токи, потому что иначе у вас картинки не было. Хорошо. Понимаете, что для того, чтобы здесь было освещение, вообще-то кто-то сейчас работает, есть энергосистема страны. Согласны? Отлично. А вы понимаете, что дежурный по этой самой энергосистеме все время включает и выключает целые электростанции? Знаете ли это? Механизм очень простой. Для того, чтобы вы сейчас комфортно работали, нужно довольно много ток. Правильно? Ну как, сейчас все на работе, сейчас там заводы работают, сейчас люди там и так далее, и так далее, и так далее. Отлично. А в 3 часа ночи? А в 3 часа ночи огромное количество людей спит. Соответственно, потребление электричества в разное время, разное. Например, метрополитен ночью, глубокой ночью, просто не работает. Соответственно, конечно, кто-то там что-то моет, кто-то что-то ремонтирует, но им нужно электричество намного меньше, чем когда он работает. Отлично. А теперь вопрос. Что делает человек для того, чтобы выключить огроменный блок? Нажимает на одну кнопочку. Ребята, это и есть на самом деле он нажал на кнопочку, пошел совсем слабенький ток. Но в электричестве есть такое забавное явление, что можно при помощи слабого тока управлять большим. Получается. А это как? Я и получил электричество. Вообще надо, ребят, понимать, что вокруг нас много есть интересного. Математика это не самое интересное в жизни, между прочим. Физика, техника, это тоже очень интересно. Так вот, возвращаемся. Что такое индукция? Начал с базы. Я сейчас должен перейти дальше, дальше и дальше и доказать общее утверждение. Еще один пример индукции. Так, я неправильно надет. Мне нужен человек. Вот вы мне нужны. Выходите на стану. Один из самых понятных примеров индукции. Вот какой. Посмотрите, пожалуйста. Все видите? Нет. Молния человек. Отлично. А теперь вспомните, пожалуйста, что он сделал, чтобы эту самую молнию... Он зацепил сначала, правильно? Первое звено. Так, можно я не буду к твоему городу лезть? А ты сам возьмешь. Да? И чуть-чуть подниму. Иди сверху. Так, все вспоминают это движение? Да. Застежка, молнии. Вот это и есть индукция. Если вы зацепили первое звено... Все, спасибо. Все убедили. Если вы зацепили первое звено, то вы дальше можете тянуть эту самую... И следующее звено заступило, следующее, следующее, следующее. И при желании так можно... Цель в семье, правильно? Цепочка. Цепочка. Одно звено за следующее, за следующее, за следующее, за следующее. И тоже можно на аргоментном дыре. Итак, что такое переход? Очень просто. Предполагая. Предполагая. Что? А, Н, это фиэн плюс второе. Минус один. Докажем. Докажем. Что тогда... Это на самом деле... Фиэн плюс третье. Минус один. Ребята, вот это надо записать себе в тетрадь. Просто допустим. Что происходит? Я сейчас предполагаю, что для какого-то числа утверждение оказалось верным. И из этого я выявил, что в таком случае утверждение будет верно и для следующего числа. Обычно это рисуют в следующем образом. Слушайте, можно я вот это тоже задру? Считайте, что это все поняли. Обычно это рисуют в следующем образом. Вот есть натуральные числа. Единица, двойка, тройка, четверка, пятерка и так далее. Вот представьте себе, если утверждение верно для какого-то числа, то я его доказываю для следующего. Если утверждение верно, я доказываю для следующего. Если утверждение верно, Ребята, я на самом деле сейчас докажу, что верны эти стрелочки. Тут, кстати, есть одна педагогическая проблема. В русском языке нет артикля неопределенного и артикля определенного. В русском языке это передается другими средствами. Нет ничего плохого, собственно говоря, но языки разные бывают. Но те из вас, кто учил какие-нибудь языки, типа немецкого, английского, те знают, что есть понятие неопределенный артикль. Знаете? Замечательно. Так вот, в этом случае надо представлять себе, что вот это самое это 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 неопределенный артикль. То есть, если совсем расписывать это по-русски, то надо было бы расписать так, предполагая, что для какого-то неопределенного числа N вот то, что в английском языке выразилось бы фразой для N с неопределенным артиклем. Для какого-то числа, если верно утверждение, докажем, что оно верно для следующего. Вот эта стрелочка, это и есть индукционный переход. А то, что мы с вами только что сделали, вот здесь вверху, это называется база. Вот это база. Так вот, стрелочки, переходы индукционные, базу мы проверили. Если мы это сделали, если у нас есть не база, а переход, то понятно, что это такая волна индукции, она дойдет куда угодно, до любого числа и побежит дальше. Замечательно. Итак, как же проверить этот самый наш индукционный переход? Надо просто выписать, что такое А с индексом Н плюс 1. Поехали. А Н плюс 1. Это по определению. Сумма, чего сумма? Первый Н плюс 1 чисел Фибоначчи. Согласны? Отлично. А вот дальше, внимание, что это такое? Как мы это с вами обозначали? Мы это с вами обозначали очень просто. Это у нас было АН. Когда выписаны в ряд Н плюс одно число, первое, второе, третье, это плюс первое, Н, это плюс первое. И мы временно забудем про последнее, про Н плюс первое число. Понятно, что у нас осталось Н число. Это в точности АН. А что мы делаем? Мы сейчас говорим, что мы предположили, что АН это Фи с номером Н плюс 2 минус Фи с номером 1. Поймем. Фи Н плюс второе минус единица. Ну, а это что должно написать? Недельце. Плюс Фи с номером Н плюс 1. Отлично. И вот теперь нужно сделать последний шаг этого рассуждения. Нужно понять, что эти числа это подряд идущие числа Фибоначчи. Н плюс первое и Н плюс второе. А чему равна сумма двух подряд числа Фибоначчи? Посредственно следующему за ними. Согласны? У меня было определение вон там написано, помните? Фи Н плюс второе это Фи Н плюс Фи Н плюс первое. Но соответственно когда складываешь Н плюс первое и Н плюс второе получается Н плюс третье. Фи Н плюс третье минус один. Все равен. Первую сегодняшнюю задачу мы с вами решили. На самом деле в некотором смысле можно дальше не учить фибоначки, потому что все остальное это просто всевозможные вариации на эту тему. Это так же как когда вы приходите в музыкальную школу после того как вам объяснили что вот ноты вот так так и так строго говоря дальше можно туда не пройдите потому что все ноты знаю значит при желании я уже все могу правильно разумно и вот и здесь ровно такая ситуация на самом деле у вас конечно потом будут разности более сложные осуждения еще более сложные и так далее но суть то как получаются общие законы из частных нацветлений именно в этом проверяем базу и проверяем индукционный переход